Привет, дорогой друг! Это наш второй материал с выставки Call of Duty XP. Первый ты можешь найти по аннотации или по ссылке в описании. Там рассказывали про мультиплеер новый, Call of Duty Infinite Warfare. А вот второй главной игрой, Call of Duty XP 2016, стала Modern Warfare Remastered. Наш корреспондент Антон Орлов признается, что не ожидал от нее ничего хорошего, и думал, что нас ждет просто порт со старых консолей, которые только играют на ностальгии игроков. Теперь он понял, как ошибался. Если вы помните оригинал, то в обновленной версии вы почувствуете себя как дома. Все стреляет, двигается и работает точно так же, как 9 лет назад, в том самом 2007-м. Играя в Modern Warfare Remastered, я понял, как соскучился почему-то настолько простому. Основное оружие, пистолет, граната и всего три перка класса. И это все! Здесь нет 30 видов гранат, нет сошек для ножа, если вы понимаете, о чем я. Нет ничего лишнего. Настройка класса занимает 2 минуты, игра не вываливает на игрока тонны опций, которые могут отвлечь от самого главного. Геймплея! А геймплей в Modern Warfare Remastered — это одно удовольствие. У игрока в распоряжении минимальный набор опций. А потому успешность вашей игры на 95% зависит от вас, а не от того, решит ли игра, можно ли по этой стене пробежать или нет. Подобная простота, как это ни странно, ощущается свежо, и в это хочется играть. Еще больше нравится тот факт, что оружие стреляет, как много лет назад. Буквально с первых минут на меня нахлынули воспоминания, как мы с друзьями играли в Modern Warfare в компьютерном клубе и не могли оторваться. Как кричали на весь клуб, играет два на два друг против друга. Игра ощущается точно так же, как и тогда. И это сложно переоценить. И эта возможность снова вернуться в прошлое, поиграть во что-то, казалось бы, давно забытое. Modern Warfare Remastered, конечно же, привнесла какое-то количество изменений. Но главная из них — обновленная картинка. Игра не пытается быть наравне с новыми частями серии, но выглядит достаточно хорошо, чтобы сохранить стиль старой игры. И идеально соответствовать воспоминаниям в вашей голове. Первое, что бросается в глаза — это модели персонажей и оружия. Они претерпели наибольшее количество изменений. И уже в главном меню нам дают понять, что графика перешла на качественно другой уровень, по сравнению с оригиналом. А если вам кажется, что изменений недостаточно, то просто запустите оригинал. Уверяю вас, воспоминания вам врут. Оригинал выглядит очень средней. А по сегодняшним меркам, так вообще откровенно плохо. Однако на графике изменения не заканчиваются. Одним из самых важных нововведений, которые значительно улучшают жизнь игрока, стало появление медали из более современных игр серии. Теперь за различные убийства в прыжке, на низком здоровье, в голову, при защите союзника и так далее, игра подпадает игрока красивой медалью. При этом они очень хорошо вписаны в стиль и не отвлекают от основного геймплея, какими-то чересчур выраженными звуками и прочим. Это чисто визуальное изменение, которое неплохо мотивирует играть лучше и умирать меньше. Стоит, наверное, упомянуть и значительный ребаланс гранат. Но больше в голову примеров сильных переработок даже не приходит. А поэтому я смело могу заявить, что с точки зрения баланса и механик стрельбы, игра осталась так же хороша, как и 9 лет назад. Звуки в игре были обновлены и доработаны. Несмотря на то, что в оригинале они были довольно хороши, тут же каждый взрыв, каждый выстрел ощущается как будто всем телом. Если кто-то запустил бомбардировку, то от нее действительно хочется сбежать куда подальше. Настолько грозно звучат разрывающиеся бомбы. Комментаторы для каждой сторон звучат отлично, дополняя реплики персонажей в игре. Ну а музыка, как была хороша 9 лет назад, так и до сих пор не сдает своих позиций. Modern Warfare — это одна из самых любимых фанатами частей серии. И на фоне современных игр именно четвертая часть у новой обработки может стать отличным началом для новичка в Call of Duty. Она не загрузит восстонные опции, не закидает непонятными сундуками, а предложит чисто геймплейный опыт, который настолько хорош, что ему ничего больше и не нужно. А потому, на мой взгляд, это идеальная часть, чтобы начать играть в код. До ремастера я бы не мог такого сказать именно потому, что картинка слишком уж устаревшая. Но так как об этом аспекте как раз позаботились больше всего, то нет никаких оправданий, чтобы пропустить одну из самых знаковых частей серии. Фанатам серии тут тоже найдется место. Modern Warfare Remastered, я уверен, вернет вас в прошлое. Уже с первой же картой, вы вспомните, как много лет назад, будучи, скорее всего, еще ребенком, прятались за теми же укрытиями, убивали засевших в тех же самых зданиях врагов, удерживали все те же самые точки. И это чувство сложно чем-то перебить. Нет ничего приятнее, чем снова поиграть в любимую игру. Особенно, когда она настолько похорошела. А потому, если вы в свое время любили четвертую часть, то ремастер выглядит как обязательная покупка. Хотя, у меня и так есть ощущение, что фанаты серии его давно предзаказали. Редактор субтитров А.Семкин